Специалисты энергоцеха ОМК Константин Шипилов и Артем Еврумов еще в прошлом году поставили перед собой задачу увеличить срок службы трубопровода на кислородной станции номер 2. С момента ее пуска уже дважды приходилось останавливать все оборудование из-за протечек. Дело в том, что в воду добавляют химические реагенты. Один из них – окисляющий биоцит. Он препятствует образованию биоорганизмов в воде, но в то же время вызывает ржавчину. Проведя анализ, рационализаторы пришли к простому выводу. Перенести точку подачи химвещества с участка, где идет всего 2 кубометра воды в час, на участок с более интенсивным расходом. Это позволило бы значительно сократить концентрацию реагентов в трубе. Наиболее оптимальной точке дозирования было выбрано место трубопровода, который находится после бокового фильтра. В этом трубопроводе средний расход оборотной воды составляет порядка 75 кубометров в час. Когда были протечки, приходилось останавливать оборудование на какое-то время для того, чтобы их устранить. Для воплощения идеи нужно было лишь провести дополнительную трехметровую трубку, установить инжекторный клапан в месте подачи реагента. И результат оправдал ожидания. Полгода система работает без утечек. Трубопровод остается герметичным. Ведь концентрация окисляющего биоцида в точке дозирования уменьшилась в десятки раз. Реализация этой идеи позволила увеличить срок службы оборудования и повысила эффективность применения химического реагента. Небольшая, но полезная инициатива в копилку фабрики идей.